И всем привет, так щас микро я настроил, всем привет и сегодня я буду, да реагировать на видео с разоблачением Юи, да всё. Вечер в хату, мои дорогие, давненько не виделись. Сейчас я вам расскажу про одну стримершу с очень интересной историей, так что заварите себе чай и мы начинаем. Как-то сидел я в ленте ютуба и мне попался со стрима данного человека. Интересное видео, ладно. Сначала было вроде бы неплохо, но знаете, меня хватило буквально так на час, чтобы понять, что этот человек... Грёбаный икибастус. В общем, я не в курсе, знаете ли вы, кто такая Юи или нет. Для тех, кто не в курсе, я поясню, кто это. Юи-кейк, витуберша, которая играет в геометрии Dash, скрывает своё лицо за вот этой вот моделькой, имеет на момент публикации ролика 2000 подписчиков, в основном она является стримершей. Наверное, вы помните, что я сказал, что на стриме я посидел относительно час, и сейчас я поясню, почему мне не хватило на дольше. Так, тут вынужден воспоминять, поскольку тот стрим я не нашёл, но не беда, подобный случай не... Ой-ё-ё-ё, я напал... ...во всех стримах. Не, мама, я всё потом много припоминала. Чё, блин? Кх-х-х... ...а-а-а-а-а... Не хрена, понятно. Ну да, я пропустила, наконец-то, какая нам войска, кто где про Sízь ancient5uallac, почему я вообще решил ставить этот момент, дело в том, что после таких случаев, когда не получают поддержки сую сторону, она пишет вот это... блин чё там поддержки свою сторону она пишет вот таки своим действием ты уже испортил мои впечатления об одном из последних мест которые посещал среди рк да сама комьюнити года в русском сегменте крайне токсична от чего я ни капли не удивлена что вы вызвали из него платить иски всех девушек как в случае с хои и фоу и это при том что почти все знаю что я слиму за почти три с половиной года на ю тубе почти два года и все записи слиму при этом доступны я их не скрываю текущая серия своему вовсе достигла свыше 170 дней подряд и платформе тут бы пройден как раз на время чтобы было для меня сыро сродни сродни кто сродни что за сродни среди наверное пытки сродни пытки что-то вот это я не понял рассчитывал я его пройти за 23 часа но они обернулись почти полные 13 часов это время вскрыть нашего аккуратненько так мани не только я тут звук для меня но если за тебя в русском комьюнити гаджиом и чудес не пожалели значит она токсично хорошие тайк однако вижу я не в первый раз ха 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 вообще выключен ака эй ки эй также известно как юи очень странный персонаж к ней а может даже к нему мы еще вернемся я помню вот это в принципе типа интеллигент вот с которым это видео было там его часть потом будет короче он рассказывал про то что типа максмага то есть они базарили насчет вот это они типа не понимали какого пола вот этот человек юи сейчас узнаем публиковав пост у себя в телеграм-канале ну как сейчас ну 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 сейчас поясню ты говоришь что это комьюнити токсично но все равно на каждом стриме я продолжаю жаловаться на жизнь ладно это можно писать что ты ждешь от них поддержки но как ты объяснишь вот это я попросил своего друга так ахой почему те ахой зачем так писать кто кто вообще нет я знаю что типа на слове славянском короче там ахой это привет ахой как там еще сейчас там там как-то еще типа но есть ахой а есть сейчас я сейчас а по поздравуем но типа вот так ахой почему тебе чего захотелось бы к нам зайти просто я рад что вы решили мне написать блин а я не записываю курсор да и оперный балет они я записываю а не 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 а вот курсор да у меня качество качество плохое немножко ну ладно не важно в принципе так видно там да надеюсь видно этот самый курсор приветствую рад что вы решили мне написать первым ваших интересах меня не кидать через или вы думаете что убрав юзерней вы сможете скрыть все о себе если вы меня кинете в час ваш аккаунт будет удален если что спамеры идут в бан с ними не болтаю ну дело твое но я сказал свои действия чуть случае через хорошую тебя тебе дайте обе пообщаться с тобой октября вам он своими сообщениями показал что с тобой в положительный контакт ходить ну либо же твои голосовые связки настолько нежный голос дает я такое тоже рассматр бла-бла-бла утверждается что его как мне это понять попробую оправдаться что сделал ты правильно пожаловалась ему на жизнь все в том что так просто признаешь что я прав вот и все так в чем в том что я а в том что ой очень офигенная грамматика а чон неверлива обсять обсять и углазать каждой средней такое себе разрешение в мире и так много воин поэтому разумнее было бы приносить хоть что-то хорошее нежели сиять свою лобу и ненависть во всем вокруг и в этом плане верующие люди преуспели чё нахер я вот я вот из этого ну всего высера его ее я вообще ничего не что я делаю если ты потом говоришь что не хотел добиться ливанова меня нет желания вызвать вас жалость жалость ты мне не выводить не вызов не вызовешь самое забавное что он мне доказывай спама мемов очень глупых что спама боже боже где учится это существо у меня вопрос просто вот как как учили писать это это да это вот это пруфы жду только не такое не такое да он мой я строил сама да 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 и что тут а в чем нарушал правило шарп это спам плюс попытки с оскорблением 2.2 плюс не смешно но человек понятный знаешь такое спам понятного ложные нарушения по типу это была шутка но она у тебя не удалось а еще ты пытался меня оскорбить мы начали твердить что и где она такая я женщина знаете такими действиями она мне напоминает вот эту вот тетю вот мы подошли к тому самому интересному и абсурдному моменту из которого меня просто вынесла оказывается и не витуберша а витубер зовут ёрченька иван возможно так вот вот это не обязательно было вставлять мне кажется потому что ну блин вот за такое то есть но в принципе ну не лан не ладно тут расписано только год рождения и имена а если бы там было еще что-то ну все это тюрьма блин это было б жопа просто я бы я бы не смотрел я бы я бы ну блин это я бы обосрался смотреть ну блин это все равно как-то типа родился ванечка 19 2002 года у юи был стрим в эту дату к слову ну если дэр уходит самочувствие будто болею я вот как-то иногда ненавна отписался от юи я как что-то там написал хотел что-то там спросить она мне вообще игнорила вот ну ну блин она буду говорить она потому что ну типа уважение ну типа чтобы уважать типа трансгендеров я буду говорить ну короче она меня это самое да чё просто игнорила я вышел стрима нахрен я не знаю она просто чё тайтл вейв чё-то там тренировали чё это на твече а времени чё так о да база решить спор да нет уйти и закрыть тг наверное да куднайт кстати так умные люди поступают которые не спорят по пустякам забавание шарди тоже так слова ваня иван ну или что-то подобное связано с этим это равно муд на день и моментально потому что лимит в тексте описание правил на муд если что ты можешь идти и возможно эти зря тебя помиловала единственное что я скажу с этой стороны могут вот таких ставил а я понял ограничение на некоторые имена нам понимать как-то да удаление сообщения в ее группе чувак даже не старается скрыть себя но если вам это мало то не знаю ложитесь руку вместе с ним сейчас вам скажет один мой гость проданного человек так как он мне тоже помогал в этом деле вставки гениальные просто приветствую вас дамы и господа оооо интеллигент ну блин на добром че сделают че-то связи интеллигент появился значит да ну разрешение в принципе он извинялся за разрешение но мне вот так ну не знаю нравится в принципе такая личность как югей я достаточно два лайка еще появилась 136 138 неоднократно следил за данным персонажем он у него даже совместный стрим был он даже совместный стримы понимает но это давно было это я еще там это самое уже тогда ну уже не общался с интеллигентом но я потом опять начал там короче у нас короче там мы когда-то там давно посырились то был что данный витюбер является неоднократно странным я думал что он типа забыл про меня из-за этого ну начал тип с другими там стриме до край лорд не накрыл край лорд это я тогда уже вернулся с интеллигентом общаться на поведение крайне глупо и еще я думал все уже ох он меня забыл ну бывает и нелогично ведь этот персонаж выдает себя от того за кого выдает себя на самом деле но обо всем по порядку контент на бусте и противоречие начну с того что югей к 22-летний юрченко иван является любителем сексуального контента ну я я промолчу я просто буду смотреть потому что я не знаю что договорить просто ну понятно пдф тримах неоднократно заявлял о своих интимных потребностях также по данным информациям которые были найдены юи состоит в группе где есть контент с незавершеннолетними девочками то есть вы понимаете да насколько человек помешан на таком контенте у данного персонажа присутствует тагичат где в правило строго запрещен сексуальный контент и в целом данный контент подобного характера он якобы осуждает при этом он имеет свой бустик где за 69 рублей можно увидеть контент такого же характера 69 рублей вообще вообще они мне это не 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 палево на целом у него медиа состоит из картинок и видео и в хорде братик ты не прощаешь правило так это это глеб не знаю ну типа интеллигент или шарп не 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 это он да правило чата один постарайтесь выража взяток не только с интернета но и сделано самим лично его стинт о здрасте немножко то то есть вы понимаете насколько человек противоречит сам себе заявляя о том что осуждает он купил он купил реально у юи то есть на бусте ссылку блин не жалко день не если он как-то нашел да ладно если купил бедные деньги просто этот пиздец ну в чё ты сделаешь ради видео если бы я мог я бы тоже ради видео что купил но блин у меня ну нет сейчас такой возможности так и при этом выкладывая к себе на пусть и в этот плюс причем еще и за денежную сумму а также я в группе где есть оголенные несовершеннолетние девочки понятно пдф еще кончено где-то является не только противоречием но и анти 18 плюс позиции ну два поведения и в группе поведение нашего подопечного в сфере общения с людьми крайне отвратительное и глупое неоднозначно были моменты когда он кидал в бан людей и лс в черный список из-за того что то вот или иной человек спорил с ним при этом называв их спамерами честно скажу я так и до сих пор не понял почему он считает что люди которые спорят в чате являются спамерами давайте рассуждать логически спамеры это те люди которые отправляют сообщения в большом количестве примеру сообщения одного и того же вида и теперь вопрос к тебе юрчинга иван где ты здесь увидел спам сообщений здесь идет обычный в себе непримечательный диалог и спор двух людей самое смешное что мне пишет в лс я ему начинаю пояснять данный тезис и говоря о том что любой человек до тебя докапывается или же это призыв к неопределенному действию и знаете что мне пишет я не разбираюсь это какая-то она странная поехали физических терминах 22 года юрченко иван видно что в 22 года не знаю как пользоваться интернетом достаточно актуально в двадцать четвертом году 23 октября юрченко иван выкладывает пост о том что его три гернула как игрок посмотрел очередной левел вот решил сыграть сноуклипом и левел а очередной чел что решил сыграть сноуклипом и левел мой ее охереть вот из него мне хочется сделать не только скример за используя на клипа на икраш 3 ой 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 а мы такие святые никогда с читами не играли там никакими ботами не пользую никакими gdh и мега хаками какой-то там раньше тоже геометрию что там ну короче был у меня вообще никогда то есть мы такие честные мы такие хорошие да не нужно ни читы ну ладно ладно на икраш тригер что будет заставлять игру вылетать называя игрока читером вот эти три смайлика я бы тоже туда еще 4 туда потому что это мой во-первых любимый смайлик а во-вторых это просто конченое дерьмо они сообщения его уровень сноуклипом при том что африка серкал по факту не является твоим уровнем вот ирали ты присвоил чужой труд человека как за свой я знаю что-то регулярно вот я сейчас просто зайду в года я сейчас просто вот скажу это ну это то есть чужой левел африка я когда-то пробовал пройти там что-то составить вот сейчас африка вот с телефона сейчас так африкас африка серкал а ну это он сейчас подождите силверсит автор сил вы сильверсит вот я сейчас блин я даже блин не поленюсь это самая камеру то есть камеру включить да я не поленюсь сейчас где вот вот ну я надеюсь это он сильверсит создал потому потому что я не помню это вроде оригинал вот где где там ю и вот где там ю и ой 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 вот где я случайно уровень зашел ну ладно 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 это я хотел просто на профиль зайти чтобы это самое ну я надеюсь понятно что это просто обман то есть ну очередной ну блин ну это 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 ю и это ю и шо сказать мне ну ничего и стрима втренировал данный левел но это не означает блять что уровень является твоим второй момент из-за того что данный игрок прошел счетами якобы уровень ю и то он хотел сделать краш-триггер причем чтобы не только сама игра вылетала но и чтобы слетела статистика профиля в gd что не как мы такое есть не знаю там раньше читерские левел 23 были там лет там короче взломали но вот это такого чё не были сохранены в последний раз а а ну это легко это краш-триггер он да он такое и делает блин это это жестоко у меня один раз когда я проходил свой первый медиум демон мне какой-то чел скинул реквест ну потому что и реквесты проходил там проходил этот видео диамон и он не скинул короче с краш-триггером а у меня был прогресс на том демоне я не помню какой восемьдесят шестьдесят восемьдесят шесть процентов потом у меня слетел у меня пятьдесят чем-то или сорок было я его так а там обозвала не обматерил но вроде тоже что я его просто ненавижу я его даже забавил потому что ну конченый идиот я просто ну я почти прошел у меня прогресс хороший был но я его потом прошел и так но блин печально представляете насколько это просто дебильные люди понимаете просто конченые просто хочется повеселиться им а чтобы другие расстраивались на это какие-то дебилы и другие двухлетнему гению не понравилось что его уровень посмотрели с читами алё что за бред по-твоему человек не может посмотреть уровень сноуклипом при этом не выдавая это за легитное прохождение и даже если к примеру он импасабл и затем после того как в комментариях полетели приняли дебилы к нему причем так кстати те люди которые ему пытались доказать обратное он попросту банил их объясняю это тем что они являются спамерами представляете насколько это выглядит ущербно и в то же время смешно когда человек по факту просто не вывозит спорт то ему просто выгодно выдать бан но после того как люди смогли до него достучаться в том числе и я он следующий день уже меняет свое мнение по поводу краше игры и решил сделать заморозку по оси в принципе что можно было ожидать этого ютюбера который банит налево и направо за то что ему не нравится мнение людей юи или же юрченко иван это ютубер который проводит стримы на которых совращают маленьких детей там буквально начальная школа имеет свой канал и чат в который может замутить просто за то что с ним не согласны хотя он очень часто может говорить крайне неправильное мнение абсолютно уверен в своей правоте хвастается тем что он работает и выставляет себе женщины несмотря на то что его уже несколько раз доксили полюбивали и уже давно известно что это мужчина ну ладно это ну через тур за трансгендеры но но я понимаю но бывают такие люди чё у меня дискорде из друзья трансгендеры эти довериcje ну я ну нормально к ним отношусь對ис taught их ну как ок они то есть기를 хотели например к если мальчик хочет чтобы его называли девочкой такие singers или давай или девочка трансфем например я называю девочку которая хочет чтобы мальчиком называли нас ума сем upfront Потому что если бы, ну, во-первых, я не такой жестокий, ну и плохой какой-то, чтобы их так, типа, ну, оскорблять, не так называть, а во-вторых, я, ну, не трансфоб, там бы уже движуха началась, меня бы там отменили нахрен и в ютубе, и где только хочешь, ну, то есть, я не знаю, во всех там комьюнити, ну, смотря в какой я там этот друг, ну, да, вот так, вообще не как гендерная идентичность, ох, вы, ты, не мой. Ну, собственно говоря, я ничего не имею против ютуберов в целом, однако, когда человек претворяется кем-то, кем он не является, вызывает некие вопросы, является ли данной ютуберша на самом деле тем, за кого она себя выдает. Конечно, это может вызвать недоумение и недовольство среди общества, однако в этом пункте мы также обсудим дальнейшее поведение Юи как гендерная идентичность. Вынуждены его перебить, так как хочу сказать, что мы ничего не имеем против трансгендеров. Иван выдает себя за женщину лишь тогда, когда ему это выгодно. Два месяца назад, а именно 15 августа, произошел один инцидент, после которого можно смело заявить о том, что Юи Кейк – лицемерная и глупая личность. В общем, я считаю, что это максимально странный персонаж, который пытается как-то выделиться среди остальных, привлечь себе внимание за счет пола, к которому даже никакой принадлежности не имеет на самом деле. Я никакого внимания вообще не обращал на него, пока не произошел конфликт, когда он в чате ГДНьюс начал писать о том, что он там что-то сложное прошел. Иван начал спрашивать пруфы, он написал огорчен, что девушка играет лучше тебя. Но люди его давали срать за это, что не представляют пруфы, как-то выпендриваются. Он начал менять сообщения с матами, вообще с любыми, даже которые к нему не относятся. Просто копирует сообщения, меняет там слова с матами на мяло и отправляет. И этим таким темпом засирает весь чат. В том моменте он уже получает мут, пишет мне какую-то обидку в ЛС, потом меня блокирует. Потом меня разблокировал, написал, что я лжец. Внимание, потому что он мне в ЛС после мута скинул все-таки пруфы. И типа в чате то, что пруфов нету, это неправда. Все это время он мне говорил, какой я лжец. Потом я ему говорю, ну уже цепочку логическую восстановили. И он начинает мне писать о том, как у него в жизни все плохо, как он там на работе пахает. Вот, как будто у людей своих проблем нету. Вообще максимально странный персонаж, который с темы на тему прыгает, пытается как-то... Сообщения мы еще из контекста вырывал, кидал другим админам зачем-то в попытках оспорить. Черт. Вот как-то так. То есть вы понимаете, да, все его глупость. Сначала человек включает свое лицемерие и чесвек, говоря о том, что ты огорчен тем, что девушка играет лучше тебя. И после этого начинает затирать о том, что как же мне девушке плохо живет. Не, ну если... Ну если честно, то она нормально играет. То есть даже я смотрел, это просто трэндец. Я охеревал, что я такой нуб. Но я проживаю на капитале, блядь, прожиточного минимум. Коротко начинает... Но все равно, типа, это все равно дебилизм. Ну с ее стороны тоже она делает. Что это просто сука за логика? Вот кто-нибудь мне может это объяснить? Человек просто кидает свой дешевый понт про то, что я девушка, которая играет лучше всех. И через секунду начинает жаловаться, насколько у него плохая жизнь. Как будто у других людей нету проблем. И знаете, если бы он об этом сказал один раз. Но нет, он постоянно... Он постоянно говорит о том, что ему плохо живется просто на каждом грёбаном стриме. Или же после него в своем тг-чате. При этом объявляя наша русская гд-комьюнити. Говоря о том, что он крайне токсичный. Вы представляете, гд-комьюнити? Так лол, почти все комьюнити в... Ну то есть комьюнити в каждом почти фандоме. Блять, токсичная. Есть нормальная сторона, есть токсичная, есть ещё более там конченная сторона. Ну блин, это в каждом... Это в каждом типа фандоме, лол. Чё ты хочешь? То есть, ну... Я не знаю. Комьюнити токсичная, потому что бедную UK просто-напросто не пожалели. И вообще у меня вопрос возникает к тебе, грёбаной Юрченко-Иван. Как вообще... Твоя якобы личная жизнь должна выходить за рамки того, какой деятельностью ты занимаешься. И в целом за рамки ГД. Меня никто не пожалел. Я ж типа не жалуюсь на жизнь, лол. Когда, ну, стримлю, играю. Я могу в сообществе написать, у меня там проблемы, да и всё. Ну блять, один раз написал. Я вот, ну и чё? И чё? Я же постоянно не говорю, что... Блять, пожаляйте меня. Я такой, боже, спасите. Ну, блин, ну... Всё нужно пережить. Ну, я не знаю, блять. А свалю-ка я на всё это русское ГД-комьюнити. Я самая скилловая женщина. Но, к сожалению, у меня в жизни всё плохо. А виноват в этом кто? Правильно. Наша русское ГД-комьюнити. Конечно. Бля, ребят, это ещё не всё. Вкратце, человеку не понравился уровень Юи. И тот ответил ему, что без доказательств твои слова имеют нулевую ценность. Тогда и твои же слова про твою нищую жизнь также являются полной нулиной. И то, что ты действительно являешься женщиной... Вот это кто, мне интересно? ...тоже ставит это под сомнение и имеет... Это не Россия? ...и то, что ты действительно являешься... Не, ну... Не, ну не похоже. ...тоже ставит это под сомнение и имеет нулевую ценность. Итог данного пункта таков. 22-летний Юрченко Иван создает ситуацию, в котором он использует гендерную идентичность как щит для манипуляции. Итак, по поводу Юи Кейк, или же человека, известного как Юрченко Иван. Исходя из некоторых данных, я могу с практической уверенностью утверждать, что это личность, которая по каким бы на то ни было причинам скрывает свою истинную гендерную идентичность, являясь на самом деле мужиком. Ради внимания ли это или чего-то иного понятия не имею. Также этот человек имеет довольно странные позиции, не воспринимает чужую критику, не произойдет свои ошибки, по крайней мере не сразу. Плюс немного напрягает, что у такой персоны есть последователи, сидящие в его чате, которые соглашаются с каждым его словом или даже возводят их истинность в абсолют. Таким образом, могу сказать, что Юи довольно неоднозначная личность и люди должны знать, что этот человек из себя представляет на самом деле. Итак, подведем итоги данных вышенных сказанных тейков. 22-летний Юрченко Иван, скрывающийся под маской витюбершей, является жалким лицемером, который пытается надавить на жалость, и обвиняя в этом русское комьюнити Джоометр Дэш. Человек, который нагло обманывает в лицо о том, что осуждает контент сексуального характера, но при этом на пусть и продает 18 плюс контент, персонаж которого тригерит любой вброс, который вы вкинете в его сторону, после чего вы получите моментальный бан по причине спамера. У меня на этом все. С вами был Интеллигент. Спасибо Шарпу за приглашение. Гудбай. Спасибо, Глеб, за участие в ролике. А я продолжу. Если, не дай бог, решишь написать ему в личные сообщения настоящее имя или фамилию, то должен что-то оправдываться и придумывать разные отговорки. По типу, это не мои данные и так далее. Но следом ты начинаешь писать Глебу, что будь осторожней, ведь за эти данные можно... А, вот тогда я видел в телеграм-канале Глеба. ...можно получить статью. Потом ты блокируешь меня и его на ютубе. Дальше ты спрашиваешь Глеба. А тебя что, заблокировали? И в целом Иван старается конфликтовать с Глебом. На этом наши диалоги с Иваном заканчиваются. Но если ты это смотришь, Вань, пошли войс, если ты до сих пор отстаиваешь свою точку зрения, что ты женщина. А так в целом у меня все. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. От себя скажу, что плакать в интернете, а следом винить людей за токсичность, это плохо. Дайте ролику огласку, поставьте лайк и всем до свидания. Кот прикольный такой. Кот! Кот! Всё, всё, вот так. Вот так рассказали нам о... По 140 лайков, офигеть. О такой дебильной личности, да. Человек интересный, очень. Что там в описании? Так, в голову в голову проходил, что человек, про которого... Про которого, казалось бы, вы знаете, довольно-таки неплохо. Посмотрите его стримы вначале в чате. Вообще, я с этим человеком уверен, что перед вами сидит именно тот человек, который представлялся вам... В самом начале, я предлагаю вам разобраться, насколько хорошо вы знаете этот человек. Уже понятно как. Ну всё, ребят. Это, да. Капец. Капец. Просто. Просто. У меня нет слов. Реально.